Всем привет, с вами Артём Бёргман. И сегодня событие эпохальное для всех поклонников вселенной «Во все тяжкие». На Netflix вышел тизер полнометражного фильма о Джесси Пинкмане под названием «El Camino». И что самое интересное, дата премьеры многих очень обрадует. Давайте сразу перейдём к делу и посмотрим сам тизер. Я не знаю, где он находится. Не знаю, где он находится, не знаю, где он находится. Внутри, вверх, 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 вверх. Я не знаю. Но, я даже если я это сделал, кто бы сказал вам? Потому что я смотрю на 뉴스, все остальные. Я видел его маленькую cage, они в его кемпе. Я слышал о том, что все они делали, чтобы он все заставил. Камера опускается с потолка, мы видим люмисцентные лампы. Жужжание ламп создаёт напряжение в воздухе. Стоит сказать, что в тизере нет ярко выраженной музыки, поэтому все звуки в кадре являются акцентированными. Камера продолжает опускаться и мы видим слева фотографии Стива Гомеса и Хэнка Шрейдера. В силу этого мы можем предположить, что мы в офисе УБН. Люмисцентные лампы создают голубоватый холодный свет, который создаёт не самую дружелюбную атмосферу. Слова дохлого Пита начинаются в этом кадре. Обратите внимание, что звук идёт будто из пустоты. Камера наезжает на дверь и акцентирует наше внимание. На самой двери табличка комната допроса, которую теперь можно разглядеть. Далее широкий план со спины Пита. Причём интересно то, что задний план в расфокусе. Фокус именно на переднем плане. Винс Гиллиган, режиссёр фильма, делает акцент на дохлом Пите. Он не хочет открывать людей, которые ведут допрос. К тому же задний план больше находится в тени. Детали лиц теряются в полутьме. Это создаёт более зловещее чувство. Копы создают активные линии, которые ведут нас к дохлому Питу. Почти все полицейские стоят. Тем самым создаётся ощущение, что над Питом нависают. Камера в это время делает небольшой наезд для акцентирования слов героя. Теперь обратный план фаз на дохлого Пита. Камера также медленно наезжает на персонажа. Обратите внимание на движение самого Пита. Он выходит из более тёмного участка кадра на более светлый. Перед нами пример тонального выявления. Этим Винс подчёркивает слова Пита, который не собирается сдавать Джесси. Освещение в лоб и план фаз делают персонажа более уязвимым. Справа мы видим ещё одного копа и он также провален в тенях. Тут мы наблюдаем светотональный контраст Пита и копов. Полицейские в тени, в то время как дохлый Пит хорошо освещен. Это подчёркивает конфликт. Стоит сказать, что в первом кадре со спины на фоне мы видим достаточное количество копов. В то время как в этом кадре Пит один на фоне пустой стены. Это также подчёркивает конфликт в этих двух шотах. На столе справа мы видим папку с логотипом УБН. В силу чего можно предположить, что допрос ведёт отдел по борьбе с наркотиками. Переход на крупный план, который плохо монтируется с прошлым. Камера недостаточно меняет точку съёмки. Кадр по-прежнему снят в фаз. То есть в самой эмоциональной позиции для зрителя. Я думаю, что в самом фильме здесь будет перебивка на кого-то из копов. А эта перебивка сделает монтаж более комфортным. Но в тизере Винс решил не показывать агентов УБН и сосредоточился на Пите. Стоит сказать о том, что кадр очень крупный в лучших традициях Breaking Bad. Но я бы отметил малую глубину резкости. В фокусе по сути только глаза персонажа. Винс ещё более акцентирует внимание на эмоции героя. В самом конце Пит более агрессивно говорит о том, что не поможет копам вернуть Джесси в клетку. Обратите внимание, что это сделано в самом конце тизера и на самом крупном плане. Если мы посмотрим весь монтаж, то заметим, что по мере развития событий напряжение росло с ростом крупности кадра. Сначала мы видели общий план пустого интерьера. Затем кадр со спины, который не раскрывал нам героя, но делал на нём акцент. Этот кадр более активный, чем прошлый, за счёт того, что теперь мы видим самого героя. И далее уже сверх крупный ударный план персонажа. Вот таким получился первый тизер полного метра по Breaking Bad. Если вы хотите увидеть анализ из самого фильма, то подписывайтесь на канал. Он будет разобран сразу после выхода. А ждать нам осталось совсем недолго. Лично мне тизер очень понравился. Он вполне отвечает духу Breaking Bad. А что думаете вы по этому поводу? Пишите своё мнение в комментариях. С вами был Артём Бёрдман. Всем спасибо за просмотр. И да хранит вас отец наш небесный, Уолтер Уайлд!